В Армавире немало офисов микрозаймов, которые обещают выдать нужную сумму быстро и без лишнего лакиты. Чтобы получить по-настоящему легкие деньги, этот молодой человек не стал затруднять себя заполнением документов, а просто достал пневматический пистолет. Я вытащила деньги, отдала. И он к девочкам обращается и говорит, а вы что сидите? Он думал, у них касса есть. Момент разбоя зафиксировала камера видеонаблюдения. По версии следствия, в течение месяца грабитель совершил четыре нападения и действовал по одной и той же схеме. Мужчина приходил в офис, показывал оружие и требовал деньги. Не получив нужного ответа, он перезаряжал пистолет и повторял вопрос. После второго перезаряжения девушка пропала, и она просто достала деньги и отдала мне. Во время нападения в офисе находились три женщины. Прибывшие на место полицейские опросили сотрудниц и сняли их отпечатки пальцев. Выяснилось, что грабитель уехал с места преступления на своей машине. Именно благодаря автомобилю удалось выйти на след преступника. Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по городу Армавиру была установлена марка автомобиля, на котором передвигался предполагаемый преступник. И в результате слаженных и грамотных действий сотрудников полиции автомобиль и злоумышленник был задержан. Злоумышленником оказался 23-летний местный житель, ранее не судим. В ходе досмотра транспортного средства, на котором передвигался злоумышленник, сотрудники полиции обнаружили одежду и пневматический пистолет, который принадлежал молодому человеку. Вот этим пистолетом мужчина вымогал деньги. Всего из нескольких организаций микрофинансирования ему удалось вынести 65 тысяч рублей. В своей участи злоумышленник дожидается под стражей. В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой». Максимальное наказание предусмотрено санкцией данной статьи до 10 лет лишения свободы в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Молодой человек сознался полицейским в совершении преступлений. На допросе он пояснил, что причиной, толкнувшей его на разбой, стали неоплаченные кредиты. Инна Лепеткина, Артур Коржанян, Служба информации, телеканал РНТВ, Армавир.